Добрый день! Выполнены в срок до зимы. К юбилею города мы восстановили вот этот автомобиль. Он приехал сюда своим ходом, этот автомобиль в сопровождении экспорта мотоциклистов. Это напоминание того, как, какими средствами, какими силами строилась в Магаданской области. Мы поправили здорово и фасад нашего Дома культуры автотранспорта. Вернули ему историческое название. Мы отремонтировали и фасад дома, и сквер, который мы сделали здесь, и второй скверик. И вот сейчас стройка, которая идет компанией «Вилкон». И у нас весь город трубок. У нас под городом проходит тысячи километров труб. Подача, обратка, отопление, горячая вода, холодная вода, канализация – это тысячи километров труб. Если мы будем ориентироваться на сроки службы, то мы никогда ничего не сделаем. Вот произошло, эту работу выполняет «Магадан Теплосеть». Деньги на благоустройство, на эти цели мы не тратим. Это восстановит все подрядчик и теплосеть за счет своих ресурсов, которые они получают в виде платежей за тепловую энергию. Ну, раз уж мы уже заговорили о строительстве, в ближайшее время планируется, что в городе появится еще одна школа. Все ли идет по плану? Непросто. Мы хотим найти такую вот золотую середину между тем, что нужно построить школу и требованиям жителей максимально сохранить сквер в третьем микрорайоне. Вот десятый вариант, который сделали проектировщики, он более-менее устраивает. Большая часть сквера сохраняется. И школа на 530 мест там тоже помещается с хорошим спортивным ядром. На самом деле, эта школа там очень нужна, потому что в той части города у нас проживает порядка 18 тысяч человек населения. Следовательно, детей там много. И не только детский сад, в третьем микрорайоне начато строительство и детского сада. Что касается еще одного важного объекта для Магадана, который ныне тоже находится в состоянии строительства, это городской бассейн. Этот объект находится под вашим контролем. Как вы оцениваете текущие результаты? Я бываю там на неделе два-три раза. Срок сдачи 25 ноября. Пока строители успевают. Но тревога внутренняя есть, потому что сейчас осталось очень много внутренних работ. Когда возводится здание, мы видим там этаж за этажом, идет вроде как все быстро. Когда мы заходим в интерьеры, когда нужно делать там плитку, электрику, вентиляцию, сантехнику, это все тревогу некоторые навевают. Но сегодня на объекте работает 55 человек. И все пока идет по плану. Юрий Федорович, в прошлом году у нас появился прекрасный парк Маяк, который уже стал неизменным спутником горожан и привлекает большое количество людей и гостей. Насколько нам известно, предполагается еще дальнейшее строительство, то есть по второму этапу, каким мы его увидим после этого. Вообще, для меня, как коренного магаданца, обустройство этого места, оно очень жизненно важно. Я не знаю, успею я еще что-то подобное сделать, чтобы осталось надолго. Не знаю, но буду стараться. Действительно, это место меня очень подвинуло на реализацию этого проекта, когда в одном из фильмов, который показывали по Первому каналу, такой фильм, явно негатив, гонящий по Магадану, Магаданской области, по Колыме, показывали здесь вот эту разруху, гаражи, и табочки, бумаги, кучи мусора, несанкционированные свалки. Так получилось, я в Магадане учился в 17-й школе, и вот в этом доме учился мой одноклассник. И у него окна выходили сюда. Я помню, какой прекрасный вид с этого дома, вот эта Приморская 1А7, какой прекрасный вид на море. Точно так же, как с Октябрьской 20, тоже прекрасный вид. Этим может только любоваться тот, кто же в этом доме. Люди, которые приходят по помойкам здесь, по сути дела, отдыхали, раскладывали свои коврики и так далее. Поэтому пришла идея, когда пригласили на конкурс для малых городов по городской среде, я нашел единомышленников, я нашел идею. Это была Наташа Ковалева, я всегда это говорю, потому что она сделала прорисовки, она сделала контуры, она очертила. И была абсолютно правильная идея, вы видите, здесь нет никаких деревьев, нет никаких высотных каких-то сооружений, которые бы могли закрывать море. Идея архитекторов, это главное, что здесь, это не качельки, не пингвины, это море. То есть здесь вот одновременно может находиться на территории вместе с амфитеатром около 500 человек. И все люди могут наблюдать за закатом солнца, могут принимать участие в мероприятиях, кстати говоря, на День рыбака. У нас здесь на амфитеатре будет некое представление. Я думаю, что парк востребован. Делали в колоссально короткие сроки и проекты, и экспертизу, и защиту, и на реализацию проекта давался всего один год. А год для нас это летние месяцы. Мы начали в июне, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. В ноябре еще кое-что продолжали делать. И мы не подвели, когда приехали сюда и министр строительства Российской Федерации, и заместитель министра Российской Федерации. Они увидели, что здесь происходит на площадке. Они, честно говоря, были очень удивлены. Говорят, успеешь? Я говорю, успею. Если, говорит, успеешь, то дадим денег еще на продолжение. Вот действительно, у нас вот та часть, левая часть, она сейчас стоит пустырем. И многие спрашивают, что там будет. Уже проект разработан. Будет на следующей неделе размещен здесь баннер. Но, кстати говоря, уже и на сайте мэрии были прорисовки, в общем-то, размещены. Нам выделяют еще дополнительно 50 миллионов рублей. Мы, безусловно, учитываем пожелания людей о том, что парковок мало. Мы увеличиваем примерно на 100 автомобилей парковку. Мы сделаем фуд-стрит. Это будет инвестиционный проект, примерно такой же, как вот за моей спиной. Там находится быстрого питания, ресторан «Фестфуд». Это московская компания «Москвафуд» строит. Вот должны где-то к дню города уже сдать. Вообще совершенно фантастический будет ресторан. И это еще не все. Вот там выше меня, опять же, видите, куча нагревает. Это вторая часть инвестиционного проекта компании «Москвафуд». Они строят там три гостиницы на небольшое количество номеров и большой очень ресторан. То есть вот после того, как мы начали здесь что-то делать, вот эта движуха пошла. Сразу эта земля стала очень востребована. Квартиры в доме вот напротив, они подорожали. Вот дом меня раздражает. Слава богу, мы вот с губернатором, с фондом капитального ремонта, со всеми нашли общий язык. И вот сейчас должны приступить к ремонту фасада вот этих трех домов. И он будет красивый, он будет соответствовать тематике. Не просто там кубики какие-то разноцветные, а будет соответствовать тематике. Ну, собственно, у «Магадана» это не единственный замечательный проект. Вот мы поговорим о проекте, который стал участником, станет участником Всероссийского конкурса. Уже стал. Заявка подана, значит и принята. Значит, уже стал. Стал участником Всероссийского конкурса лучших проектов. Вот. Хотелось бы узнать, насколько высокие шансы на реализацию этого проекта и что можно от этого ожидать. Вот этот проект стоил 185 миллионов. Грант был 100. 85 нам нужно было искать. Искал и губернатор, искал и я. Искали везде, где можно. И когда сюда приехала вот та комиссия, о которой я вам говорю, они нам сами и добавили эти 85 миллионов, потому что видели, что это не болтовня. И, кстати говоря, мне было приятно слышать от губернатора, что президенту показывали альбом реализованных проектов. И на первой странице был парк «Маяк». Был парк «Маяк». Это круто. В «Магадане» очень много замечательных проектов. Один из которых – проект парка «Этническая культура народов Северо-Востока». Это «Дюбча». С этим проектом мы становимся участниками всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Хотелось бы узнать, насколько высоки шансы на реализацию. Я думаю, что шансы высоки. У нас есть бонусные баллы за этот парк. То есть мы не болтуны. Мы те, кто реализует проекты. Это учтут. Когда мы участвовали в первом конкурсе, никто этнические парки не представлял. Вот сейчас, я думаю, что тоже будет немного этнических проектов. Внимание к коренным малочисленным народам Севера и культуре на земле, которой мы проживаем, должно быть безусловно. То, что мы проводим там Хабденек, Бакалдедяк, другие праздники в необустроенных местах, эпизодически, это хорошо. Но отдавать дань уважения, изучать культуру коренных малочисленных народов Севера, это можно через постоянно действующие территории, музеи под открытым небом, через изучение языка, сказок, этноса и так далее. Это все должно быть где-то сконцентрировано. А что касается участников, других участников, которые тоже набрали большое количество голосов, например, пешеходная зона «Магаданское время». Пешеходная зона, я сразу вам скажу, что все проекты, за которые голосовали люди, они будут реализованы. Вопрос только в рейтинге, что за чем пойдет. Мы голосовали за пешеходную зону «Портовая-1», «Портовая-9». Это прекрасное место, по сути дела, это музей под открытым небом, каждый дом, построенный на улице «Портовой», это музейный экспонат города Магадана. Юрий Федорович, в связи с пандемией, которая охватила весь мир, конечно, приходится вносить коррективы в планы мероприятия. Скажите, как наш город выходит из ограничительных мер и входит в нормальное состояние? Ну, во-первых, у нас 65 плюс сохраняется, у нас сохраняется масочный режим, у нас соблюдается социальное дистанцирование. Только за прошлую неделю в Магадане было 1600 человек тестировано, 59 в Магаданской области выявлено больных коронавирусом, и большая часть, 49 человек, это, конечно, город Магадан. Немножко ослабеваем. Через день-два откроется мало зал кинотеатра «Горняк». Играют в футбол на стадионе, бегают кроссы. Наташа Зеблицкая этот зал «Плазма» проводит с девочками и мальчиками, кстати говоря, занятия на стадионе фитнесом. Все это как бы создает все-таки более-менее какие-то свободные восприятия, что все-таки осталось. Но, тем не менее, в автобусах масочный режим, в магазин заходим, в масках все должно быть, обязательно руки протирать. Вот вы затронули тему с отдыхом детей в загородных лагерях. Есть ли какой-то шанс, что все-таки в этом году, этим летом, они еще смогут побывать, наши дети отдохнуть на площадках? Не знаю, до 1 августа продлен режим повышенной готовности. Вчера пришли документы из правительства Магаданской области. Ну, август останется одна смена, точно уже не откроется сок снежный. Мы там приступили к капитальному ремонту, потому что губернатор выделил, на самом деле, небывалую сумму денег на капитальный ремонт сока снежной. 40 миллионов рублей – это кровля, фасад, плюс приобретение оборудования для кухни, спортивных залов, музыкального, светового оборудования. Мы уже как бы сок снежный и не рассчитываем. Та часть, которая у нас находится, там Патриот, Родничок, это отдельно стоящие коттеджи, понимая, как бы, важность и работодателей, мы их отдали, там находятся люди на самоизоляции. Ну и параллельно еще, кстати, в соке снежной работает обсерватор, это там, это охраняемая территория этого учреждения, там, нацгвардия охраняет, люди никуда не выходят. Это тоже нужно делать в условиях пандемии и открыть его или выдвинуть куда-то в другое место этих людей. Это значит создать какие-то риски, опасности для заражения других людей. Поэтому мы уже как бы свыклись к тому, что вот сейчас онлайн идет, вторая смена в дневных лагерях, хотели 150, я сегодня на брифинге говорил, на самом деле почти 1200 человек заявилось на вторую смену, что деньги есть, потому что они сэкономлены, но в таком плохом смысле слова, за счет того, что дети не поехали в Крым, дети не поехали в загородные лагеря, денег для того, чтобы, значит, именно в режиме онлайн вторую смену провести, и 1200, и 2200, это как бы уже не проблема. Юрий Федорович, ну поговорим немного о финансах. Планируются ли какие-то дополнительные источники пополнения городской казны? Провальный апрель месяц, мы недособрали порядка 50 миллионов рублей, это самый первый месяц пандемии, все были в шоке, не знали, что делать, где-то стихийно закрывались предприятия. Май месяц дал более-менее обнадеживающие результаты, мы стали нагонять то, что мы в апреле недособрали, и вот мы сегодня находимся в начале июля, мы видим уже итоги полугодия, мы подтянулись, и в принципе мы вышли в те плановые цифры по сбору налогов, которые у нас определены нашим решением Думы по бюджету на 2020 год. Я хочу сказать, что предпринимательское сообщество в Магадане очень активное, бесстрашное, ответственное, и если говорили о том, что там нужно какие-то послабления, там кто-то должен обратиться в налоговую, получить налоговый вычет, я общаюсь постоянно с руководством налоговой инспекции областной, городской, единицы, кто обратились в налоговые органы, и наш малый средний бизнес платит налог по упрощенной системе налогообложения, и единый налог на миньонный доход мы собрали в июне в полном объеме, в мае мы собрали на верстале упущенное апрель. Мы делаем с своей стороны послабление, мы для перевозчиков отменили арендную плату за пользование подвижным автобусным составом, мы сделали послабление по арендной плате на землю, мы тоже, так сказать, освободили в течение трех месяцев от уплаты арендных платежей, с тем, чтобы в этот период не было большой нагрузки на бизнес. Но, тем не менее, бизнес работает. На следующий год у нас будет очень интересная пора, мы пока не можем посчитать 21-й год, потому что у нас отменяется единый налог на миньонный доход, на котором работал в основном малый и средний бизнес. Они должны до 1 декабря, я хочу, чтобы они услышали, до 1 декабря определиться, на какую систему налогообложения они придут, потому что УСНК в данном случае более выгодная, чем общая система налогообложения. И кто пойдет на патент, они должны понять, что нужно патент тоже определиться с платежами и заявиться об этом налоговый орган. Хотелось бы, чтобы еще больше была заработная плата. Сегодня рейтинг опубликовали в Магадан на пятом месте в Российской Федерации по заработной плате. Пенсию, которую получают люди в Магадане, одна из самых высоких пенсий в Российской Федерации. Она маленькая, конечно, но, тем не менее, она выше, чем в других регионах Российской Федерации. Хотелось бы, чтобы все были здоровы, чтобы вот эта ситуация, которая сейчас накрыла мир волной коронавируса, пандемия, чтобы это побыстрее закончилось. Хочу, чтобы 1 сентября мы так же, как всегда, прошли с первоклассниками в парадном шествии, зашли на стадион, отчествовали этот день, чтобы все сели за парты дома, а не за экраны мониторов. Это, наверное, сейчас самая большая мечта у всех родителей, чтобы открылись все садики, чтобы закрылись инфекционные больницы, чтобы у нас больше работы было нашим акушерам-гинекологам. Я думаю, что это все не просто пожелания, это реальные планы, которые воплотятся в жизнь, так же, как и строительство многих объектов в Магадане, которые мы делаем. Спасибо, Юрий Федорович. Уважаемые телезрители, я напоминаю вам, что в эфире была программа от первого лица, ее и ведущая Кристина Адамович. Сегодня мы побеседовали с мэром города Магадана. Я желаю вам всего хорошего. До свидания.